Выставка картин художников «Объединение тёплой краски» проходит в Челтысе ежегодно. Художники совершенствуют своё мастерство, расширяют свой личный творческий кругозор и пробуют себя в новых техниках и жанрах. Объединение было основано в 2006 году и по сей день принимает в свой круг новые таланты. Сегодня на выставке представлены работы как постоянных участников, так и новичков – мастеров и любителей. Ведь эти люди совершенно разные, но их объединяет одно – любовь к живописи и искусству в целом. Сама по себе природа, она всегда вдохновляет, но мне всегда хочется, чтобы её оживить вот именно вот этими птицами, зверями, которые в ней обитают. Потому что гармония животного мира и природы едина. Человек иногда разрушает её, а они нет. Юрий Анатольевич начал свою творческую карьеру, как и все, в детском саду. Продолжил в школе. Изобразительное искусство ему преподавал Фёдор Ефимович Пронских, в будущем основатель картинной галереи. После школы художник поступил в институт. Выбор стоял не из лёгких – идти в живописи или в авиацию, к которой тоже лежала душа. Решение принял быстро. Будучи авиатором, писать картины проще, чем будучи художником управлять самолётом. Сейчас пишет пейзажи и анималистику, которая занимает отдельное место в сердце художника-любителя. Огромная благодарность, во-первых, руководству этого музея, Татьяне Юрьевне, и городскому управлению комитета культуры. Вот такое для людей придумать. Вот они, может быть, для них это просто какое-то мероприятие, которое они должны провести. А вот для нас, кто этим занимается, вы понимаете, это какой-то глоток воздуха, глоток жизни. Это то, что ты ещё нужен, это ты интересен сам себе прежде всего. Вот сам себе. Хотя выставка «Тёплые краски» проходит в Чилтысе далеко не первый раз, на втором этаже картины представлены впервые. Всё потому, что с каждым годом объединение пополняется новыми лицами, да и картин становится гораздо больше. Юрист Юрий Подшибякин оказался в объединении совершенно случайно. Как говорит сам, позвонили и пригласили, но талантливый художник не смог отказаться. Здесь столько представлено картин. Это приятно, это будет радовать людей, давать им положительные эмоции. И, соответственно, жизнь будет чуть-чуть лучше, ярче и краше. Продолжает успешно развиваться в живописи и бывший железнодорожник Сергей Волокитин. Вдохновение черпает из природы ярких красок и детализации. Но старается не прикрепляться к определённой тематике, а пробует себя в разных жанрах. На дорогу в Туву. И когда на вечерней заре там дымка вот эта вот, тайга растворяется в этой дымке, как и любого человека, это просто завораживает. И охота это передать в цвете. А передать трудно. Мучаемся, делаем и постоянно ошибаемся, падаем, поднимаемся и идём вперёд. Некоторые ребята, которые вот только начинали, прямо вот рост чувствуется за много лет, потому что они дома работают, они стремятся. Таким образом, тёплые краски собрали в своё объединение совершенно разных людей, передающих в своих работах чувства, эмоции, события и свободу. А Челтыс, в свою очередь, с удовольствием организует выставку и принимает посетителей. Ксения Рихлова, Андрей Оралов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова